Меня попросили первоначально рассказать о координационной деятельности США именно межведомственном сотрудничестве. Большое спасибо. Меня как раз попросили рассказать о межведомственном сотрудничестве тех ведомств, которые работают с инвалидами и регулируют их деятельность. У нас есть департамент юстиции, который ведет надзор доступности и наличия решений по обеспечению доступности для инвалидов в рамках всех технологий. Интернет-сайты, рестораны, публичные помещения и зоны. Также здесь речь идет о доступности на рынке труда. Мы здесь также сотрудничаем с различными организациями, которые отвечают за технические стандарты, включая доступ в паркинги, в общественные здания. У нас есть специальная также комиссия, которая соблюдает права при приеме на работу, права инвалидов. Также есть организация, которая соблюдает и следит за обеспечением прав инвалидов на получение образования. Мы также координируем нашу работу на межведомственном уровне. У нас есть межведомственный координационный совет, который координирует работу в сфере инвалидов. И таким образом мы пытаемся обеспечить доступ инвалидов к экстренным службам. Мы соблюдаем срок реагирования на те или иные экстренные вызовы. Есть специальный комитет, который также ведет в этом направлении работу. У нас есть департамент труда, который регулирует деятельность в сфере приема на работу. И есть также другие агентства и организации, которые ведут работу в этом направлении. Как я уже говорила, Минюст, Министерство труда, Минтранспорта и Минобразования, а также Министерство национальной безопасности. Кроме того, федеральная комиссия по связи, где, собственно, я работаю, организовала специальный комитет по делам инвалидов. Это хорошая возможность для инвалидов, которые могут собраться в рамках этого комитета и обсудить вопросы, связанные с инвалидами. Есть специальные советы, в рамках которых разрабатываются стандарты, технические стандарты по доступности. Есть специальное агентство по направлению экстренными ситуациями. Эти люди сотрудничают также на этом уровне. Я говорю о чрезвычайных ситуациях такого масштаба, как ураганы и так далее. Опять-таки, это дополнительная возможность для сотрудничества ведомств. Мы ввели разработку предложений по так называемому разделу 2.55, который регламентирует право доступа инвалидов к различным средствам телекоммуникации и связи. Также таким образом обеспечивается пригодность средств связи тех решений, которые используются в федеральном правительстве для инвалидов. Мы предпринимаем межведомственные попытки в сфере трудоустройства инвалидов на федеральном уровне. Президент Обама в 2010 году принял специальный закон, предписывающий увеличить количество племоих на работу инвалидов. Это скоординированная деятельность нашего отдела по работе с персоналом, комиссии по равноправию при трудоустройстве. И таким образом мы пытаемся увеличить количество инвалидов, принимаемых на работу в федеральное правительство. Вот, собственно, то, как мы ведем работу в США. Конечно же, межведомственное сотрудничество идет довольно трудно. В США был принят специальный закон об инвалидах в США, который гарантирует обеспечение прав инвалидов на локальном уровне, а также на федеральном уровне, а именно, предоставление доступа к юристам, адвокатам, докторам. Федеральная комиссия по связи будет проводить выставку, где будут продемонстрированы различные технологии, которые служат в этих целях. Я хотел бы рассказать о некоторых федеральных законах, которые служат интересам глухослепых. Для меня это небольшая трудность. Презентация на русском, а моя на английском. Я полагаю, что я открыла правильный слайд. Итак, кто такие глухослепые? Это люди, которые испытывают трудности со зрением и со слухом. Это люди с определенными, конкретными потребностями, которым нужны специальные устройства. Но такие устройства есть. Есть множество законов. У меня нет возможности останавливаться на каждом из них. Но, поверьте, есть большое количество законов, которые защищают права этих людей. Во второй половине дня я буду рассказывать конкретно об этих законах. Я знаю, что у нас мало времени, чтобы сейчас детально рассказывать о них. Чтобы подытожить, федеральное правительство обязывает предоставить доступ инвалидам на уровне локального правительства и на уровне федерального правительства, а также на локальном и федеральном уровнях к различным сервисам и услугам в сфере связи и информации. Если говорить об ассистивных технологиях, есть различные способы их предоставления. Иногда школы оплачивают эти технологии, иногда работодатели, иногда государства, иногда штаты реализуют соответственные программы, а иногда люди приобретают эти технологии за свои деньги. Адоптировали новый закон, который называется «Закон доступности коммуникации и видео 21 века» – CVAA. И одна из вещей, которую этот закон делает, он заполняет некоторые пробелы в нашем законодательстве. Один из пробелов касался людей, которые являются слепоглухими, потому что многие из них не могут получить инструменты коммуникации, которые нужны для того, чтобы стать независимыми, для того, чтобы работать эффективно и жить. И мы тратим 10 миллионов долларов ежегодно для того, чтобы закупить оборудование для коммуникации, и это могут быть помогательные технологии, или могут быть также основные технологии, это могут быть айпады, компьютеры, ноутбуки, специальные устройства для чтения Брайля. И мы их приобретаем для людей с нарушениями слуха и зрения, которые не могут себе этого позволить. Мы сертифицируем местные организации во всех 50 штатах, в котором есть центр распространения, и президент Обама подписал такой закон в 2010 году. Я думаю, что это нужная страница. Я думаю, эта программа у нас рассчитана на три года как пилотная программа, мы хотим ее сделать постоянной. В этом году, как я уже сказала, мы сертифицируем 53 местных органа, это 50 штатов плюс 3 территории, то есть мы охватываем всю территорию Соединенных Штатов Америки. Мне тяжеловато сейчас читать, у меня был слайд. Вот, это наш сайт, который вы можете посмотреть, это называется I Can Connect, это интернет-сайт, который рассказывает о программе в целом, там специфические описания этой программы, о том, какие категории населения могут претендовать на участие в этой программе. Многие аспекты могут предоставляться всем. Некоторые специализированы по категориям. Устройства в Брайле, компьютеры, мобильные устройства, программное обеспечение, сигнализаторы, особенно это клавиатуры и так далее, и так далее. Мы также, вы не можете просто дать человеку это устройство, нужно понять, что именно нужно конкретному человеку. Чтобы это понять, необходимо провести достаточно всеобъемлющее исследование, необходимо провести обучение этого человека. И эта программа охватывает не только оборудование, но и исследование, и обучение. 55% расходов именно на это, а само оборудование 45% расходов охватывает. Мы достаточно успешно это проводим, и мы стараемся связаться как можно с большим количеством людей, и как можно больше покрытий информационно обеспечить в журналах, в газетах, на радио и так далее. И мы обслуживаем примерно 3 тысячи малобеспеченных слепоглых людей. Это стоило много очень миллионов долларов. Мы сейчас пытаемся оценить, что мы сделали в последние 3 года. Как я уже сказал, мы 21 мая будем голосовать за то, чтобы эта программа стала постоянной в Комитете по делам инвалидов. Мы уже собрали очень важные свидетельства о том, как эта программа успешно работает. Мама одна говорила, что 17-летняя дочь работает с айфоном, и это также помогает семьям, учителям, помогает людям независимо общаться друг с другом, не будучи привязанным к помощи других людей. То есть это просто изменило жизни многих людей. Это изменило жизни многих пожилых людей, которые могли общаться со своими детьми. Это чудесный пример того, что можно сделать. Имея достаточно ограниченные средства, можно помочь людям с нарушениями физических способностей. У вас есть мои контактные данные, еще некоторые другие интернет-сайты. Я буду счастлив в ответе на ваши вопросы. Я сидеть буду целый день. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!